Внимательно. Хуманы вряд ли тебя смогут удивить стратами, поэтому давай исполняй просто хорошо и все. Удачи. Блин, я... Я эту карту создал? Да. А я не понял, я ее создавал же правильно. Ну, главное, Блэйда не отдавай по ошибке. Да, все игры в рамках формата, ну, благодаря формату турнира проходят на одной карте, которая определяется незадолго до старта турнира, типа за полчаса или за час. Все сделал, открыл. Готово, тот же самый геймнейм. Да, я жду когда. Черт, ладно, мне не удалось. Так. Хавк отлетел у Death Note, окей. Стрим стопнул. Ладно, пошел, Миш, давай, ты мне пожелал удачи, все хорошо, давай. До скорого. Пока. Да, сегодня участников много, и мы с вами реально посмотрим очень много красивых матчей, потому что... Ну, Шейк живой, Хамминг, к сожалению, отлетел. Я видел там Фогича, Агента. Ну, Мистер Виннер, собственно, отлетел от Фоги, мы это смотрели. Энте, живой Спейл, старый добрый Спейл. Да, вообще много. Соник, судя по это самое. А у меня отображаются просто игровые никнеймы, а не, видимо, это в настройках отображения. Да, ник вместо... Ник на сайте вместо игрового ника. Тут же, понимаете, даже есть настройки сетки, которые, ну, позволяют себе внешний вид кастомизировать, там, поменять бот, там, убирать нумерацию матчей. То есть тут такой вот штуки нет вообще нигде, поэтому... Хороший. Брат говорит, я разбанен неплохо. Окей, поздравляю тебя. Welcome back, как говорится. Итак, Зейка играет за Альянс. А с кем он до этого играл? Немец Хэнк, Шутах, а в первом туре Фрислот. Ладно, в любом случае нельзя недооценивать людей, особенно иностранцев. Потому что, ну, просто так люди не приходят катать на турнире на русскоязычном сайте. Хотя, смотрите, появилось на прошлой неделе, кажется, в конце прошлой недели, переключение на английскую версию турниров. И, по крайней мере, раздел турниров уже для иностранцев, кроме стримов, да, переведен. Ну, правда, описание есть. Ну, его нужно тоже дублировать, по-хорошему надо сказать Лайту, чтобы он вот сюда вот вставлял описание на английском. Тоже есть такая функция, так, иностранцам станет чуть покомфортнее принимать участие в турнире, потому что большая часть текста на английском языке. Ну что, болеем за Соколика. Никогда бы не подумал, что немец станет нам нашим союзником быстрее, чем француз. Вот. Пацаны, что за... Что? Что? Купил оффварик. Сокол просил передать, что у него не работает звуковое помещение донатов. Ну и слава богу, зачем ему сейчас звуковое помещение еще во время игры? Абсолютно лишняя тема. Не любопытно, почему начинает бить... А, потому что ему, в принципе, с Грантом побыстрее убить этого выгоднее. Наверное. Этого гнола. Ну, Блэйта одинаковый урон наносит, но когда приходит Грант, он начинает больнее гнола бить. Но учитывая, что Грант пришел не сразу, я подумал, может, имеет смысл начинать все-таки с этого. С Огра. Во-первых, ты артефакт получишь быстрее, который тебе тоже скорость может повысить. Те же самые перчатки скорости, скорость криппинга повысили. Чумазик говорит, привет, турнир по CSGO жесткий, спасибо за эмоции, удалось набрить пару человек. Чумазик, я в шоке. Я думал, что комьюнити изолированный, по крайней мере, зашел, там много новых рек на этом турнире. Действительно, сегодня параллельно сейчас все еще проходит, и я думаю, что будет до 12 до часу, проходить турнир, который мы делаем совместно с одноклассниками. Призовой фонд там жирный, 50 тысяч рублей. Участников 140 человек, ну, там подтвердило, наверное, человек 90-100. И они там проходят по формату, типа, фаст капов соло, ну, то есть они стреляются там один на один. Вот, комментаторы вроде хорошие, правда, некоторые участники совсем-совсем неопытные. Долго приходилось объяснять суде, куда надо заходить, и что такое консоль, и как это открывать. Есть инструкции, но все равно не читают. В общем, спасибо, Чумазик, что есть такой фидбэк положительный. Тем более, что после долгой паузы это первый турнир серии, и надеюсь, что турниров будет больше. По крайней мере, планируем выходить на пару турниров еженедельно, по разным дисциплинам. В это время Сокола харасит очень неприятным образом. Он думает, что делать. Возможно, потеряет Бороу, телепортируется, начинает чинить Бороу не сразу. Блэйд... Так, Бороу пока что живет. Ой, как грамотно переставил, а? Бороу умирает, кажется. Да, Бороу умирает. Плохая ситуация у Соколом. Он пытается не выпустить, пытается развести на телепорт, но вообще противник не собирается уходить. Он с двумя элементалями пинчит второй Бороу. Три элементаля уже. Все, окружил Архмага пионами. Архмаг в инвизии. Ё-моё. Попробую его сейчас не выпустить. Да ладно, еще один Бороу можно потерять. Капец. Ну, еле-еле, но отбивается Сокол. Но второй Бороу было бы вообще фатально потерять. Получает второй левел свай, как сказал бы Соколь. Ну, часть рабочих внутрь пошли, ну. Чтоб стреляли. Грязь. Как же... О, вот, наконец-то. Как же сильно Сокол отстает. У него сапплай-блок дичайший просто. Дичайший сапплай-блок. Противник заказывает второго героя. Есть лавочка, волшебное святилище. Ну, пропущенный Архмак с футами на базу, это проблема. То есть, если он разминулся с этим, с Блэйдом, пробежал на базу, ты не готов, то это да, это проблема. Не добил фута, что тоже косяк. Пошел замазываться. И с Блэйдом разминули сейчас они. Архмак окольными путями стремится на базу орка. Та же самая задача. Блин, у него... Он продал плащ и продал телепорт. Почему у него ст.п. нет? Архмак же уходил не на тп. Что? Ладно, если ты ушел на тп... Ааа, он скорее всего попал в за... Он, наверное, телепортировался на Мэйне. Застрял на Мэйне и сразу решил телепорт юзнуть. Но это хороший шанс для Цоколя. Очень хороший шанс. Персоналочка пошла. Добил скрита, уверенно, мужик! 96 крита и пошел наяривать по коню. Новый элементаль, правда. Футмены. Кого? Добил, молодец, Блэйд. Еще один фут. Кормят, кормят, кормят. И перенацелил. Хорошо, вы видели? Ретаргет сделал, чтобы футань добили не Бороусы. Добей. Ой, молодец. Ой, молодец. Цоколь начинает контролить. Ребята, это опасно. Правда, леса у него нифига нет. Молоток. Минус Грунцер один. Блочит, 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 блочит. Маунтан Кинга блочит грунтом. Нарезает Блэйдом. Хорошо, хорошо. У него, правда, есть бутылек, который он выпивает. Правда, тратит. Тратит молоток. Ох, как я начинаю болеть. Да, тут сорочка и пристажа первые. Ё-моё. Как же второй герой? Второй герой вот-вот-вот выйдет, а там конь, блин, без ТП. Опять без ТП конь. Сыха должен выходить с Хексом, убивать сразу. Давай, Хекс его, Хекс его. Критуй, критуй. Я понимаю, что он сам критовать не может, но должен, должен. Все-таки давай добил. Ну, давай Архмага теперь. Архмага. Не, начинает работать по кастерам. Так стабильнее, типа. Подрезает. Критует на 66. Добивает приста. Вот это, вот это камбэк. Ква. Теперь начинает нарезать. Блин, как классно болеть, когда, ну, когда тебе не все равно, как человек сыграет. Тут же вышка, потому что, понимаешь, скорее всего, это будет пуш. Ай-яй-яй-яй-яй. Такими темпами мы скоро увидим передачу арбы. Да-да-да, передача арбы. Это было бы знаменательное событие в исполнении Сокола. Две сторожевые вышки. А-а-а, у него проблемы с лесом. Ну, может, рабочих подстроить тогда тут? Парочку, тройку, не. Говорят, помогает решить проблемы с лесом. Да ну, ерунда какая. Но Сокол сейчас уходит в режим энергосбережения. Да, он получил третий уровень, но противник, например, крепится. Крепится с новыми кастерами и с ополченцами довольно шустро. Но вот мне очень нравится, что у противника нет телепорта. И это реальная возможность в определенный момент просто бах и подрезать коняшку. Вот, я надеюсь, что Сокол сейчас немножко разогрелся на этом микроконтроле на старте. Немножко взбодрился, пришел в себя. Понял, что человека этого можно переконтроливать. Смотрим, что выпадает Соколю. Соколю выпадает большой бутылек жизни. Топ-2 артефакта в такой ситуации. А здесь у нас мана Дрейн, который не очень нужен. Ну, это либо большая мана, либо большая бутылка. Либо большой нуул. Ну, то есть, бутылка того, бутылка сего. Хамблби говорит, Миша, ну Миша, демоны ночью негодуют. Они хотят Михаила, прямо спать не могут. Решать, что, 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 какой бобер? Что, хамблби? О чем ты? Я не знаю. Я хочу с тобой согласиться, но я не понимаю, о чем ты говоришь. Так, Дзюбей, Блэйдмастер видит. Ой, хороший момент. Можно здесь, если опрометчивость проявит противник вот этого гнола, подрезать, стащить артефакт. Вот, уже скоро, скоро, скоро. Аккуратненько, 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 аккуратненько. Оп! Стрелил артефакт. Это был, кажется, пояс плюс шесть. Но он решил не добивать, что странно. Я думаю, что он все-таки ласт хит сделает. Последний удар нанесет, то бишь. А, Дум! А, не, сегодня варик. Учитывая количество участников, я думаю, мы на Варкрафте посидим нормально, часов до 12. Так. Тут тролли. Майдри, мне нет, нет смысла искать того, чего нет. Блэйд снова рядышком, слот освободил. Готовится тащить девайс. Ой, как это вразительно добил-то, а! Но, Стрелил, зато артефакт. Камень здоровья. Артефакты имеют, конечно, колоссальную ценность здесь. Надо один передать сахе. Надо саху докачать до третьего. Для этого нужно просто отсюда Блэйда убрать. По крайней мере, на момент... Не, они будут убирать Соколу, Блэйда. А противник идет пушить до 50 лимита. А у нас 34 1200 золота! Я рекомендовал, помните, Соколу достроить рабочих, ну, чтобы решить проблемы с лесом. Что я могу сказать? Кольцо защиты плюс 4. Черт, блин, 1300 голды. Ладно, хорошая новость в том, что мы, типа, сидим в апкипе. Противник, правда, тоже. Четвертая АМ. Все еще без телепорта, хотя деньги позволяет ему сделать, купить ТП. Передал артефакт. Надо продать, на самом деле, лечебный бальзам. Отсвободить слот Соколику и идти сразу на какую-нибудь красную точку. А там противник уже на красной. Эй! Соколи видел, что здесь... Ну, прочитай. А, брейкер. Брейкер дает инфу. Дает инфу, что можно красную крепить спокойно. Ай-яй-яй. И Сокол даже при всем желании не успеет. Хотя, может, к большому успеет. Успеет! Может успеть! Соколь! Соколь! Смотри! Давай! Добивай! Аккуратно, 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 аккуратно. Встал внутрь. И... Зафиксировал Экспу. Добил! Артефакт! Не, не взял артефакт! Ну, беги! 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 И убегает. Улетает, как Сокол. Не, ну чего? Добил, добил. Деньги получил? Получил Экспу. Прррр, конечно. Осталось только косарик потратить. Жалко, что в игре нельзя инвестировать. Так бы Сокол нашел применение 1000 золота. Но... А у Сокола ТП нет тоже. Слушайте, что за аркадная игра вообще? Как так можно? Правда, уже фортификейт есть. Но... Там такое количество... За счет плюс 3 жизнен молний. На... Кросс-пит летит. Кодой молодой выходит. Там третий... МК. Кодой накидывает. Накидывает кодой. Врывается Блэйд. Готовимся, готовимся, ребята. 50 лимита на 50. Правда, часть в заказе. Блэйд перегруппировается. Помним, что у нас есть кодой молодой. Сразу минус рейдер, скорее всего, будет. Блэйд начинает нарезать. Нарезать кастер одного. Вышка работает. Кодой... Кодой сытый. Хорошо. Блэйда начинает бить. Хекс на МК. Блэйд нарезает. Лечение от цехи. Выходит спиритлинг. Слоу, 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 слоу. Все замедлено. Диспл отличный на слоу. Минус элементальную. Минус еще один рейдер. 1600 голды. На руках у цоколя. Куда тебе эти деньги? Куда? Это тактический. Сидит он на лимите 50. Он умудряется отбиваться. Не выходить в апкип. Это Хуман с лимитом 53 убегает. Значит у него что-то не так. Правильно? А Сокол раз отбивается меньшими силами. У него все нормально. Господи. 1600 на руках. И тут еще экспанту противника. Мы разведку делать интересно будем или нет. Господи. Сокол. 1600. Оооо. 1600 голды. Ё-моё. Бороу на 60. Можно еще пару бороу ставить сразу на 70. На 80. Потому что тебе лимита хватит. Ну в смысле денег хватит, чтобы из лимита выйти. Делает великолепную разведку. Соколь. Вы посмотрите. И думает штурмовать ему 4 эти вышки или нет. Или ставить свою базу. Судя по всему не будет штурмовать. Будет ставить свою. Но рабочий не просто так выдвинулся на экспант. Но нужно действовать дальше. Дальше. И вторую красную точку пытаться. Поставить. Возможно Т3 тыкнуть. Что-нибудь в лейт. Как каким-то макаром в лейт уходить. Пиладж. Ага. Воруй убивай. Делается грамотная разведка от Зейка. Ай-яй-яй-яй-яй. А, тут еще переваривается брейкер. А вот сейчас можно хорошо крипджекнуть. Скролл спид может врубим, не? Это такая армия на самом деле. Шестьсот лимита. Что может быть и не стоит въезжать. Ну построи что-нибудь. Ай, за что ты пиона-то так, а? А-а-а. А-а-а. Армию игрока атакуют. Ну вот и деньги потратили за то. Начинается замес. По сути это единственный шанс для Сокола сейчас нормальный раз за это самое. Подрезается сорочка. Scroll of Speed минус Spirit Walker. МК кидает молоток. Slow, 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 slow. Рейдера лечим. Бутылка маны есть, но, ёпырыс, это... 53 лимита на 63. Падает рейдер. Четвертый МК, ё-моё. Четвертый МК. Сокол нарезает с критами блейдом. Блейд почти, кстати, пятый. Свидок лечения грамотный. Ещё приходит кодой, молодой. Минус slow. Ну а чё делать? Маны нет, во-первых. МК здоровый. Маны у него есть. Кидает молотки, подрезает грантов. Но, судя по всему, мы будем оказывать психологическую поддержку Соколю. По окончанию этой игры, потому что... Потому что это ггшечка. Да, блейд не сдаётся, но... Ай, пишем ГГ и выходим.